Купили уже музыкальную колонку с флешкой и конфет. Кто-то попросил наушники и конфеты. Телефон с флешкой, коробка конфет или игрушка. Такие подарки попросили дети из Ирбейского детского дома у Деда Мороза. Письма пишут воспитанники каждый год, но именно в эту новогоднюю ночь их незамысловатые желания исполнятся благодаря красноярцам. Девчонки хотят быть нарядными к Новому году, поэтому просят платья, украшения какие-то, игрушки. И спортивные мальчишки, девчонки просят, например, бутсы или мяч футбольный или волейбольный, что-то такое. В основном это такие потребности, даже нежелания. Организатор Анастасия рассказывает, всего за неделю купили 30 подарков, остался только один. Гитара для мальчика, который мечтает стать музыкантом. Здесь подписаны дедушки от Деда Мороза. Нуждаются в чуде не только дети. Так, например, вот эта хрупкая девушка собирает подарки для дома престарелых. Конкретных пожеланий нет. В списке самые необходимые вещи. Косынки, варежки, носки, елочные игрушки и сладости. Главное – все новое и не скоропортящееся. Но даже такие, самые простые для обычного человека вещи – для пенсионеров новогоднее чудо. Принести их можно по адресам Алексеева, 25, Истынская, 13 и улица Щерса, 54. Сами организаторы рассказывают, главное для пенсионеров – внимание. Если там лежит еще открытка, если она даже из магазина подписанная, какие-то теплые слова от руки, то уже чувствуется, что человек вложил сюда свое тепло, свою душу. Если особенно детские открытки, они смотрят, они вспоминают своих детей, своих внуков, если у кого-то есть. Естественно, кто-то плачет, кто-то… Ну, у них такие очень теплые ощущения. Получат подарки в этом году благодаря неравнодушным красноярцам и те, кто их вообще не ждет. Это люди, которые остались без крыши над головой или попали в трудную жизненную ситуацию. Они не просят ничего, а на вопрос о новогодних подарках отвечают просто. Что-нибудь съедобное, как делали в детском саду. Подарок – конфетки, яблоки, мандринки, печеньки. Взрослые люди – это взрослые маленькие люди, маленькие дети. И точно так же будет приятно получить даже обычный детский подарок. Ничего сверхъестественного не требуется. Так как у нас большинство мужчин, то нашим мужчинам требуются, естественно, носки, трусы, нижнее белье, футболочки какие-то, обувь. Привезти одежду и подарки можно по адресу Воронова, 14 дробь 5. Между двумя зданиями находится дом, который выделили под убежище для бездомных. Но главное чудо для жителей этого приюта сотворить могут только городские власти. Самое большое новогоднее желание у жителей этого центра – это свое проводное электричество. Сейчас все здание запитано только от одного источника. И свет есть только, пожалуй, в трех комнатах, как видите, в остальных темнота. Говорят, обращались и в городскую, и в краевую администрацию, но пока результата не получили. Но, возможно, чудо новогоднее все-таки произойдет и свет появится во всех комнатах этого центра. Алена Крашенинникова, Николай Чистяков, Новости ТВК.